Аляска, золото тайги. Сегодня у нас, ребята, часть девятая. Ставьте ваши нравлица, вот так вот потянулась рука, о! И только тогда дохте, гости вы дорогие, проходите в гости, вот так вот. Вас надо научить, это ваше спасибо, не забывайте, без этого бы ничего не было, не было бы, шо непонятно. Вот так вот. А на сегодня, ребята, часть девятая. Продолжаем. Распарены, блаженно отдуваясь, сидели они за столом, заставленным аляскинской снедью, жареной олениной, копченой медвежатиной, тушками жирной чаучи и жареной тетеркой, обложенной морожкой, тушеным с луком зайцем. И на любителя и черной жирной китовиной. Под рукой у Македона Ивановича стоял четырогранный штоф с Ерофеичем и толстостенные морские стаканчики. А Андрей отдыхал, отдыхал и душой, и телом. Тепло, чисто, уютно в избушке. У деда Македона Ивановича. Дрожит, гудит, постукивает дверцей от тяги печка, бросая от света на чисто вымытый пол, устланный травяными плетенками индейской работы. Широкие скамейки мягко застланы волчьими шкурами. Стены увешаны индейским и олеутским оружием, длинными луками с жильной тетевой, резными копьями, каменными томогавками, которые Македон Иванович называет по-русски головоломами. А рядом с ними висят два длинноствольных капитанских пистолета и чеченский кинжал с рукояткой в чеканном серебре. Внутренняя беззаконная стена избушки сплошь занята простыми сосновыми книжными полками. Капитан и Андрей вместе пополняли эту библиотеку, покупая книги, альманахи и журналы, каждый по своему вкусу. «На, выпьем, ангелуша!» и поднял стаканчик дед Македон. «И первую чарочку за вас, за вас поднимем!» «А почему это за меня?» опустил Андрей поднятый стакан. «Первую полагается за хозяина, и по старшинству ваш черед». «А ну, корнет! Смирно!» как гаркнул по строевому капитан. «Пьем!» «И мовчим!» И когда выпили и закусили, Македон Иванович сказал, «А почему первую за вас выпили?» «Помните, я старый шомпол, я учил вас, учил, как малого ребенка, ходить ножками-ножками по здешней земельке». «И че ж я больше всего боялся?» «Боялся, шо сердце ваше здесь шерстью обрастет!» «А при нашей с вами жизни до этого недолго осталось!» «Однако напрасно я боялся!» «Напрасно!» «Человек среди людей!» «Вот кто вы, ангелуша!» «Он вы как с индейцами-то, а?» «Душу им отдаете!» «Ну все, все!» «Хватит вас хвалить!» «А то еще перехвалитесь!» «Зназнайтесь еще меня тута!» «А теперче по второй!» «От теперче и за хозяина можно!» «Ух, берегись душа!» «Ух, потоп нагрянет!» «А ты это богато говоришь, значит, у индиянцев золото!» «Дорого богато, да?» «Обсасывая косточку, с любопытством спросил, как бы не взначай капитан!» «Богато, Македон Иванович!» «Думаю, не беднее, чем в Сибири!» «Во всей Сибири!» «О! Там вообще! Там все бешеное золото открылось!» «Ага! В газетах вон пишут, по пуду в день на многих приисках намывают!» «По пуду!» «Как пуд намоют! Из пушки выстрел! И все! И все! Работе шабаш! Все! И все! И пьянка начинается!» «А ведь мужики с корочкой хлеба за пазухой эти золотые клады открыли!» «Ведь столько ж с корочкой хлеба!» «Вот тебе и золото! Корочка хлеба! Осталось у тебя там еще?» «Три корочки!» «А-а-а! Вот только мало им от этого корости! Да мало им! Нищими были! От ними и останутся!» «А купцы да дельцы! О-о-о! Они руки нагревают!» «И на индиянском золоте американские дельцы тоже руки нагреют!» «Еще уж помнишь мое слово!» «Не нагреют!» «Сказал Андрей!» «Индейцы держат свое золото в строжайшем секрете!» «И я тоже никому не открою эту тайну!» «Даже под пыткой, под угрозой смерти не открою!» «Никогда!» «Сказы горючие!» «Да-а-а! Насмотрелся я на это ваше золото в Калифорнии!» «В годы последней войны там был!» «Вычитав из газет про дружины народного ополчения в помощь Севастопию!» «И решил родине послужить!» «Всел на корабель!» «На корабель!» «И поплыв!» «Ну, доплыв, правда, только до Сан-Франциско!» «А там услышал, что все!» «Оказывается, они уже мир и заключили!» «Все!» «Вот так вот и застрял я в Калифорнии!» «И своими глазами видел эту!» «Золотую лихорадку!» «Хай бог мылые!» И тут капитан помолчал, раскуривая трубку, а заговорил зло, нервно и враждебно вдруг. «А вот слыхали вы!» «Слыхали вы, как ночью лают и воют собаки, идущие по следу негра или индейца?» «А я слыхал!» «И век не забуду!» «Веки веков!» «И только потому их собаками травили, что негер и индейц соглашались с голоду на любую тебе работу!» «За любую цену соглашались!» «А чего больше?» «А погромы китайцев в самом Фриско?» «Убивали на улицах камнями, палками!» «Дети!» «Вы понимаете?» «Дети!» «Школьники!» «Забивали камнями китайчат!» «Не-е-е, мы, русские, на таком не способны!» «Душа у нас не та, что ли!» «И ваших индианов тоже!» «Тоже растопчут!» «Вспомнишь мое слово!» «Вот когда на золото как бросится, а так просто возьмут и растопчут!» «Дети даже не испытают!» «Как дождевых червей растопчут!» «Даже не заметят!» «Все!» За кожаным занавесом, отделявшим угол избушки, где капитан поместил громовую стрелу и авику, послышался вдруг шепот, шепот девушки, а потом сдержанное ворчание ее брата. И тут Македон Иванович подошел, подошел на цыпочках, послухал и посмотрел осторожно поверх занавеса и отошел, хорошо при этом улыбаясь. «А-а! А девчонка эта твоя, индиянская, ну, настоящая, божья коровка!» «Ребенок еще!» И капитан заговорил неожиданно мягким голосом, сдерживая свой гудящий бас. «А я против ихнего племени большой зуб имею, но прощаю, все прощаю, ведь они по дикости своей творят, а по душе сказать, жалко мне их. И наши, кто чин имеет, любая чиновничая тляжа, шпыняет их, да и общипывает, шпыняет, да общипывает, шо горох той при дороге. А янки их таково, как трехнут, так побачишь, божки не соберешь. Первым делом у них здесь всякие компании, компании появляться. «Сначала пушные, потом лесные, рыбные, а потом уже горные и горнодобывающие. Побачишь!» А потому шо шо? А потому шо то? В коммерции американцы сильны, ох, сильны. Это надо вправду сказать. Не то шо мы с тобою, торгованы, да? Это мы еще цветочки. Земля сплошь изрыта. Видел я в Калифорнии, як они золотое дело развернули. Видел. Вся земля сплошь изрыта. Как крыты понарывали дырок. Верхние пласты всесодраны, горы разворочаны. А? Земля тросенье. Кам-то строфа. Какие великие капиталы вложены, а? А у них это быстро. Мы только подумаем, они уже, они уже сделали. А? Акции, облигации. И пошли. Пошло-поехало. Эти финансовые махинации, спинкуляции. О, все. Вот это то, что им надо. Ух, плутократы. Одним словом. Ведь слово-то какое верное, а? Плутократы. Ух, засраты. Пфу ты. А индианам их не махинации, это... Нож к хорлу. М-м-м. Да. Первым делом начнут янки травить андейцев. Ромом начнут. Да и виски. Ох, начнут. Мы-то ярошку племенам не продавали, не. А янки, янки зальют их спиртным. А? Пей, некрешеная душа. Скорей подохнешь. Дед, надо помочь индейцам оружием. А защитить себя они сумеют. Сумеют, говорю. Надо только немного подучить, убежденно сказал Андрей. Ха! А сумеют ли? Угу. Покачал с сомнением головой дед Македон Иванович. Ну, а помочь, конечно, надо. Надо бно. И вот как я отвечу на ваш вопрос, что в бане был задан мне. А я всем сердцем, всем сердцем я с вами. Македон Иванович, Андреяш, скачал с лавки. И его синие глаза засияли. Тихо! Тихо, гусар! Выставил ладонь капитан. А дело наше вот так вот вырисовывается. Во-первых, за оружие придется втридорого платить. Втридорого! И обязательно, обязательно голенькими деньгами. Да сколько надо, лишь бы ружья исправны были и современные. А-а-а! А мы плохие старые не возьмем. А во-вторых, придется нам оружие в Новоархангельске покупать. Ясно дело, вместе поедем. Вместе в деле. И вот в эти тоже вместе. Ну, а когда тронемся? Нерешительно спросил Андрей. Как только байдары с моря вернутся, оттади и тронемся. А когда же они вернутся? Эх, какие вы, а! Не спеши попередь батька в пекло! Не спеши! И капитан поморщился. Нельзя так спрашивать. Не можно. Люди в море. В море, а не на палатях. Пора бы уже и моим, этим зверобоем, вернутися. Кажду минуту он жду, сиджу. А они его где-то замешкалися. Ну-с, пригубим еще по одной. За победу и удаление над нашими врагами. И поднял Македон Иванович стакан. Эх, берегися, душа! Потоп идет! Ну, тут уже все. Дед-капитан был уже пьян и стал угрымым и злым. Размахивая зажженной трубкой с длинным чубуком из китового уса, он зло кричал. А я с этими янками давно, давным-давно мечтаю, что ты повезти. А что ты у нас, о-о-о, крупные. Они все время здесь чесную бабу с нами играли. Ух, играли! Випихивали! По чуть-чуть, по чуть-чуть, но випихивали. Гасхонцы! Америконцы! Шныряли, вынюхивали! О-о-о! Шупали, выщупывали! Да! Шо тебе той меткаль в лавке? А ведь як... Як хитро ж подкапывались, а? Ты чуешь? Ох, хитро! Вы долго на берегу не были. Больше года. И не знаете, шо у нас опять подснежники начали появлятыся. И Андрей заинтересованно посмотрел на капитана. Ведь подснежники слово сибирское, занесенное в Аляску, означает трупы. Трупы, зарытые в снег, а весной оттаившие. То там, то здесь какого-нибудь нашего гаремыку найдем с воровщика или зверобоя, продолжал Македон Иванович. А у того, смотришь, черепок головоломом разваленный, а у другого грудь оперенной стрелой пробита, а третьему горло алиутским ножом перехватили. А у четвертого двухконечный индианский кинжал в спине торчит. А-а-а, от тебе и оно. А на острове Аланашке до того тамошние алиуты изнаглели, шо средь бела дня начали стрелы в наших зверобоев кидать. Средь бела дня. Одного стрелами так утыкали, он шо той дикобраз. Или возьмите тех двух янков, про которых вы рассказывали. От зачем? От зачем они приходили? отмельяются. Кунаки они мои, а с пьяных глаз запросто копье в спину всадят. А-а-а, запросто? От тебе и выселил. А-а-а, как говорят, на Аллаха надейся, а и шака привязывай. И Македон Иванович сердито вытяв вспотевшее лицо платком с изображением какого-то сражения и продолжил пьянеющим, но еще твердым голосом. А кто индианам и алиутам водку продает и ножем в руки против нас вкладывает? Вот кто? М? Догадались, ангелуша? Заметьте вот что. На каком бы острове не нашли убитого русского, там обязательно побывало чье-то китобойное или какое иное судно. И дикарей щедро ромом угощали. Ага. Мотаешь навусы? А расплата за угощение вон она, известно какая. Ни одно такое судно задерживал наш сторожевой крейсер Алиут. А ухватиться не за что. А? мирные купцы все мирные мир да или это Сент-Луисской меховой американской компании судно или торговые фирмы Гучинсон Хатчинсон и компания слыхал или Астор и сын Астор Мартин Вот 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 Ивано А есть ли вообще такие фирмы? А? О Фальш наверное одна Да Да нет я про фирму Астера я читал где-то в газетах сказал Андрей Это известные американские негацианты из Нью-Йорка миллионеры основатель фирмы Джон Астер отец теперешнего Астера он еще к Баранову посылал своих эмиссаров предлагал совместную коммерцию на Аляске Во-во-во-во-во Во-во Вот то-то и воно Вот видите Американский А Американский негациант Да еще миллионер Эти самые Астеры подталкивали нас Он как толкали И не перстом А пестом Чтоб мы скорее отсюда убиралися Чтоб скорее флаг наш спустили И шо ты думаешь И спустим таки Своими руками спущу Я славный российский флаг спущу над моим редутом И каково это боевому офицеру А коли государь император приказал все никуда и не денеси Смею я высочайший приказ не выполнить Вот смею И Македон Иванович слегка покачиваясь подошел к царскому литографированному портрету висевшему прямо под иконой и встал перед ним на вытяжку как стоял бы на высочайшем смотру И он долго еще смотрел на царя своим единственным глазом смотрел предан и горько и вдруг и вдруг он медленно медленно пригрозил царю пальцем А обмешутился ты царь батюшка сучковато у тебя чой-то получилось Редут мой о как последний амбар продал и могилку Женечки тоже продал все продал и ты и капитан схлипнул и махнул горько рукой и он вернулся к столу и налил полный стакан трех императоров я помню а добра от них ни черта не помню ладно не нам царей судить нам все нипочем было было я рожка с калачом и со злой удалью выкрикнул Македон Иванович и выплеснул весь стакан прямиком в рот он был уже основательно пьян бурно обнимая смеющегося Андрея прижимая жаркой щекой к его щеке капитан мощно гудел на всю избушку а я все для вас ангелуша сделаю все все возможное и невозможное тоже ружья индиана мы непременно купим а тому что солдат без ружья что гусь без хвост я их фрунту и рассыпному строю обучать буду я и у меня они не забалуют мы под пушкой рожденные на барабане пеленуты размахивая длинным чубуком он начал командовать индианы сдуло заряжающиеся смирно чтобы никакого меня тут шевеления шах твердые дай шагом морж и топая под столой ногами он запел старую аляскинскую пестню пестню в годе мог старый ржавый шум пел я теперь спать буду до заревого барабана и укладываясь на палатях он беспокойно вздыхал аж веробои моих все нет и нет на чертовых оторв не накатались бы и Андрей прилег на лавку не раздеваясь прямо так и прилег выпил он мало но в голове немного все равно шумело он лежал закинув руки за голову глядел в низкий потолок и не видел его как всегда Андрей волновала мысль мысль о скорой поездке в город в Новоархангельске не было у него ни одной родной души и все же каждый раз при мысли о городе его волновало предчувствие какой-то какой-то особенной встречи которая не только наполнит его жизнь но и сделает ее снова светлой и прекрасной вмиг сделает и тут он одним рывком поднялся решительно подошел к капитанской конторке взял перо чернила бумагу и освободив от посуды край стола он присел зная что если хоть на минуту задумается стоит ли писать то писать точно уже не будет как было уже не один раз и он поспешно обмакнул перо в чернильницу зачитываем едва взявшись за перо я вижу уже две трудности для себя первое это мой язык заранее прошу извинить мой неотесанный стиль в оправдании могу сказать что обращаюсь я теперь среди людей необразованных и просто неграмотных и что для меня теперь легче действовать ружьем и ножом чем пером ну а вторая трудность наибольшая как передать на равнодушной бумаге все чувства человека обреченного на бессрочное отлучение от родины им пламенно любимой и от людей любимых столь же беззаветно и пламенно как передать через посредство бездушной бумаги тоску вот как а подчас и отчаяние терзающее сердце изгнанника эту сердечную боль я могу сравнить только лишь с той болью какую я воображаю испытывают белые медведи убиваемые здешними эскимосами поистине варварским способом убивают в кусок топленого сала вмораживается спираль из китового уса и зверь глотает эту вкусную приманку и сало в его желудке тает постепенно тает и китовый ус распрямляется и начинает терзать все его внутренности но зачем я омрачаю ваш взор этой ужасной картиной зачем я пишу вам с очень далекого берега с какого откуда спросите вы об этом немного ниже а пока знайте что ароматы многих экзотических стран и ветры многих океанов и морей принесет вам вместе с моим письмом петербургский почтальон вот уже и другие воспоминания стоят передо мной а самое печальное это весело освещенные окна вашего дома на миллионной я знаю что в этот вечер у вас там будет елка будут святочные гадания и ряженые и будут эти милые дурачества с переодеваниями а потом будут танцы пляски но не будет на этом веселом празднике меня не будет я в этот вечер проехал мимо ваших окон на лихой тройке якобы в стрельну кутить но я ехал в изгнание понятно вам и я уверен что нет надобности объяснять вам с каким адом в душе покидал я родной Петербург но не только мое беспросветное будущее тревожило меня были и другие причины для моих страданий возможно вы догадываетесь о чем я хочу сказать и тут Андрей бросил перо и горько страдальчески улыбнулся неужели я так и не найду в себе силы прямо спросить ее и потребовать такого же прямого ответа как попали к жандармам лондонские издания барон передал их выпутав улии за хитростью или угрозами всю правду обо мне а ее он выгородил погубив одного только меня или это она сама отвезла газету в альманах сама отвезла альманах в дом у цепного моста спасая себя ценой моей гибели или же она сделала это в восторженном порыве в порыве преданности к обожаемому ее царю да она узнала что я враг царю она считала меня нигилистом отвратительным базаровым но способна ли она на подлый донос нет не могу я оскорбить мою лизочку этим страшным подозрением не могу я верю в нее она не предатель она тоже жертва этого подлеца и Андрей схватил перо и написал так и написал продолжать разговор на эту тему я больше не буду боюсь и вам причинить душевную боль лучше расскажу о путешествии через всю Сибирь Ануфрия Мартыновича Бокитько титулярного советника и заседателя земского суда уволенного со службы по третьему пункту то есть за взятку какова метаморфоза м? но начну описание странствий моих прямо с Иркутска этот небольшой сибирский городишко недавно казачьи зимовья запомнился мне во-первых потому что его трясла лихорадка только что открытых в Сибири богатейших золотых месторождений а по всему случае в городе менее чем за полгода было выпито тысяча дюжин шампанского ну а во-вторых потому что и это основное что здесь я купил запятак в бокалейной лавочке уже пущенную на бумажные фунтики книгу под названием российского купца Григория Ивановича Шелихова странствования в 1783 году из Охотска по Восточному океану к американским берегам жизнь этого купца мореплавателя открывателя новых земель воина дипломата строителя городов крепостей и основателя российской колонии в Америке она просто восхитила меня от Иркутян я узнал что Шелихов и похоронен в их городе я пошел на его могилу на могильном камне была высечена эпитафия Державина Колумб российский погребен проплыл моря открыл страны безвестны и здесь на славной могиле русского Колумба в душе моей родилось желание повторить повторить не жизнь его на что я не находил в себе энергии и таланта а хотя бы его странствование и я из Иркутска который намечал концом своего путешествия по Сибири поехал дальше на восток в Охотск я решил переплыть два моря и в далекой Аляске похоронить себя и свое отчаяние с Аляскинского берега я и пишу вам в Охотске я прибыл весной и долго не раздумывая направился в Охотскую контору российско-американской компании где и подписал контракт на службу в наших американских колониях по условиям этого контракта я обещался в течение пяти лет со всем усердием способствовать к успехам компании кое всех нас питающая мать компанейский брик доставивший в Охотск Аляскинские меха через три дня уходил обратно в Новоархангельск с товарами для колонии название брига было Авось Авось да не улыбайтесь у нас всегда все на Авось многозначительное название да не правда ли пуститься на Авось в неизвестность Бриг выпалил из двух пушек и прощай Россия прощайте и вы горькая моя любовь я плыл в мерцающий блеск моря в неведомые дали в мир приключений а вы хотите знать о моей жизни здесь на Аляске вы действительно хотите этого я зверовщик то есть промысловый охотник на пушного зверя это очень тяжелое и опасное ремесло но я полюбил его всем сердцем у меня каждый день поединок с дикой беспощадной природой и зверями затяжная и тяжелая борьба за жизнь и эта борьба многому научила меня я научился тащить на себе десятки верст многопудовую кладь мчаться на собачьей упряжке лететь среди порогов и водоворотов на хрупкой берестяной лодке каноэ и ходить по темным сырым аляскинским лесам не проваливаясь завалы гниющих деревьев я умею найти нужную мне тропу в лесу и в горах и в тундре и в лабиринте озер ручьев и рек я найду свою тропку я сумею в голой тундре где нет ни деревца тебе ни даже кустика найти топливо для моего костра и смогу если пробираю дрожь раздеться и сесть в ледяную воду замечательное согревающее укрепляющее нервы средства надо сказать рекомендую это петербургским нервическим девицам и нежным дамочкам которые вылезают из-под пухого одеяла не раньше чем горничной затопит в спальне им печку я умею целыми днями обходиться только и только собачьей едой полугнилой рыбой юколой мне этого достаточно но бывало и похуже обмораживая пальцы выцарапывался под снега оленей мох и с отвращением я жевал его как сахаты жевал и никто здесь не считает это за подвиг или за особенную доблесть никто потому что здесь все такие это наш повседневный прозаический труд ради куска хлеба ради выживания так добываются горностаевые боа соболье палантины куньи муфты бобровые воротники беличьи лисьи салопы а если сердца их к вам равнодушны они не будут разборчивы в средствах и то чего не смогут у вас выторговать или выпросить отнимут насильно просто напросто застрелят вас из-за угла за пару одеял или дешевенькое какое ружьишко случалось и мне защищаться и наносить удары и отражать нападение а также самому нападать а верными моими союзниками в этой кровавой войне были только лишь мой штуцер и мой верный пес молчан особенно последний он первый бросался на врага и на себя принимал первые удары которые направлялись прямиком в меня и вы спросите кто же этот великодушный благородный человек это не человек это пес собака как вы говорите но у этого пса поверьте золотое преданное и смелое сердце не то что у всех вас и кроме того он не болтливый чем и заслужил свою эту кличку а я как возможно вы помните и среди людей не любил болтунов знайте Андрей долго поправлял ее, уминая теплый воск, глядя задумчиво на маленький язычок пламени, и затем снова, снова продолжил писать. Ну а теперь мне хочется рассказать вам о моих друзьях, зверовщиках и зверобоях, о всей нашей друговщине. Так называют здесь охотничьи артели, и мне очень нравится это слово. Друг за дружку, один за всех, и все за одного. Меня в это лихое братство приняли не совсем охотно и недоверчиво. Я к ним явился с другого берега и с другого ненавистного им мира, гнет которого они чувствуют на себе. Ну потом мы как-то поладили, что ли. Люди эти, и люди эти красавцы, они красивы внутренней красотой. Это люди душевно щедрые, стойкие и широкие, как широка здесь и природа. Их предки с щепоткой соли в кармане, но с богатым запасом пороха и свинца, на шитиках, утлых ладьях, сшитых ремнями, отправились за океан искать новые земли. Они, это именно они открывали новые острова, съезжали на них, варили кашу и плыли себе дальше. И заметьте, без броней тебе и кольчуг. В армяках, зипунах, самые лучшие в овчинных тулупах шли они навстречу стрелам и копьям дикарей. И таки покоряли эти народы. И только ли нажива, только ли бобры, соболя и песцы, влекли их за туманные студенные моря? М? Нет. Они шли, движимые своей мечтой, о вольных землях, о вольной судьбе и вольном труде. Слышите? А они искали правду, которой не было на их неласковой отчизне. Этим ватагам, не помнящих родства, беспокойных и вольнолюбивых бородях, тесно и душно было в царской вотчине, когда во главе этих ватаг встали такие талантливые люди, как Шелихов и этот Баранов ваш, и внесли в их ряды стройность и организованность. Вот тогда Россия раздвинула свои пределы на третью часть света. Вот так я и живу здесь. Живу в обществе простолюдинов и дикарей. С конца прошлой зимы и до половины этой осени я прожил у индейцев, тынихов. Завел меня в их земли зуд, зуд открытий. Неутолимая жажда видеть края, никем еще не виданные. Вот, первопроходец. И этот самый зуд мучает меня с самого-самого детства. Еще мальчишкой я географические карты разглядывал с большим удовольствием, чем картинки в детских книжках. Я открыл совсем новую русскую Америку. Целые государства с их могучими лесами, горными хребтами, с обильными реками и озерами, с лугами, покрытыми мощной пышной растительностью. Настоящий рай. И все это под широтами Архангельской и Волгды. И вдруг прямо над головой Андрея кукушка на часах деревянно прокуковала три. И он посмотрел на часы, не веря кукушке, и торопливо опустил перо в чернильницу. Ладно, скоро утро, со всеми ее хлопотами, суетней, разговорами. Надо кончать уже это письмо. Но я так и не сказал самого главного. Возможно, вы задумаетесь, почему вдруг Гагарин решил писать мне. Отвечаю, к тому есть важная причина. Вы, конечно, знаете уже, что Аляску продали. Продали американцам. Не знаю как, но чувствую, что это изменит мою судьбу и всю мою оставшуюся жизнь. Под ногами моими будет совсем теперь чужая земля. Вот она, снова изгнание. А Родина зовет меня настойчиво и нежно. И я рвусь к ней. Но вернусь ли я в Россию? И Андрей бросил перо и стиснул лицо руками. Написать ей о своих подозрениях, о муках, терзающих его сердце, или нет. Но ведь для этого он и взялся писать это письмо, для того, чтобы написать эти решающие его судьбу строки. А что, если он ошибается? Вот вопрос. Кукушка над его головой прокуковала полчаса. И он схватил заново перо и начал писать. А нет. Теперь уже я не вернусь в Россию. Возвращаю вам все ваши клятвы. А мои клятвы нерушимы. Прощайте. И он запечатал это письмо в найденную в Македону Ивановича грубый серый конверт, в каких посылаются домой солдатские письма. И снова тяжело задумался. Но вдруг на его плечо легла чья-то рука. И он обернулся. За спиной его стояла Айвика. Указывая на письмо, она шепотом спросила. — Это что? — Зачем ты так долго царапал? — Это концом пера. Оказывается, она не заснула, пока он все это писал. — Это? — затруднился с ответом Андрей. Но быстро нашелся. — Это вампум Косяков. — А кому ты его пошлешь? — Женщине? Но Андрей не успел ответить, потому что на палатях сонно закряхтел Македон Иванович. И Айвика скрылась за кожаным занавесом. Македон Иванович, морщась, пил свой хвойный настой. Настойчку. Его мучило похмелье. Хай Бог милует. — О, переложил я вчера, однако, переложил, — вздыхал капитан. — Сколько раз вот это закаивался пить ее эту окаянную? И на тебе! Опять губы мочу! — И хорошо, Ангелуша, что вы не привержены к ней. Ох, хорошо! Охотник на ногу легким должен быть. А она, проклятая, ух, тяжелит человека. — Спантилыку! — Сбывайте! Но Андрей ничего не ответил. Он только обложился петербургскими газетами, о которых так мечтал. Одно только лишь прикосновение к этой газетной бумаге и слабый, чуть сохранившийся запах типографской краски доставляли ему тонкую и глубокую радость. Это и было дыхание большой жизни, такой яркой, красивой и умной, и в то же время суетливой, крикливой и даже пошлой. А в избушке, в избушке удушливо пахло зверями, зверушками. Капитан, обложившись мехами, провезенными Андреем, принимал, принимал и записывал их в реестр. «А? Ишь, лиса-то какая славная! А? Ух! Шубная! А белка тоже хороша! Спелая белка!» говорил капитан, любовно проглаживая эти шкурки. «А? И снеговая лиса есть!» встряхивал он песцовую шкурку. «А? Теперь бобры пошли. Мы их по чинам разложим. Эти, о, с богатой сединой, для тайных советников, сенаторов, да и полных генералов. Подстать их золотому шитью и лампасам. Ах, подстать! А эти, шо поменьше сединки, для действительных статских и генерал-майоров. А совсем без седины статским советникам и полковникам. А титулярные да наш брат-капитан не дослужились до бобров. Енотам обойдутся! «Да вы и зверей по чинам тоже раскладываете!» рассмеялся Андрей. И отложил газеты и, перейдя, перешел к книжным полкам. «Россия — страна казенная! Без чинов жить не может!» ответил капитан, укладывая пушнину в аккуратненькие тючки и увязывая их ремнями. «А ваша пуля и чинов не почитает!» «Неплохой у вас промысел Ангелуша! Неплохой! А все же не та теперь охота! Да не та!» Лет десять назад я, поверите ли, стрелял лисицей из ворот! О! Прямо из этих ворот ряду-та! А написал капканы хоть на дворе беристав! «А какие птичьи базары были на озерах! Они рядом свала были видны! Голоса в двух шагах не слышно, как в кузнице! А? Даже голоса не слышно! Не чутно! Перьев пуха по колено навальна! Ложись прям на готову перину! Зверистый пушной край наша Аляска! Повычерпывали ее матушку! Американцы до дна все ее вычерпают! Все высосут! Плутах раты одним словом! Плуты прожженные! Пфу-ты! А им что? Наплутовали и уехали! И все! Но Андрей снова не ответил. Он перелистывал какую-то книгу. Македон Иванович покосился так на него и покачал головой. Никак не скажешь, что это лучший зверовщик редута. Лицо совсем другое стало, как взял в руки книгу, словно солнцем его осветило. на ребята, такие у нас эти события наворачиваются. Напивься, Македон, дед Македон Иванович, а сейчас все по чинам, раз это самое, по полочкам все. И никто его не слухает, да? Или он делает вид, что не слухает. Кстати, ребята, я же такой недалекий, что я вот это слово Петербург. Я что-то даже не задумывался, что оказывается слово Петербург это же от слова Петр. Вы поняли? Это вы поняли? Петр! Петр Первый, это тот, кто его построил. Представляете, я что-то как-то это даже и что-то не это. Вы поняли, насколько дед недалекий вообще. Ну, Питер, Петер, Петя по-английски, Питер, это Петя, Петр, Саинт Петербург, Святой Петербург. Интересно, да, двое слова, Питер и Бург. Бург это что-то что-то значит? Но я еще в это не копался. Я вообще вот это Питербург, просто слово уже Петербург как Питер, Петербург. А сейчас просто его называют Питером, потому что так удобно. Питер, 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 оно легко звучит и просто, и оно, видите, действительно, как Питер по-английски, Питер, Питер, как Петя, Петя просто. И тоже, когда его называли, не знали, что это будет так удобно называть. Это как, возьмите, у нас Днепропетровск, сложно, много букв и неудобно. Сейчас Днепр и все. Днепр, Питер, Днепр, 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 Шмеппер и все. Ну, тоже переименовали сейчас Днепр. Ну, проще вот так, да, конечно, чем оно такое шрендер-пендер длинное. Да, вот такие у нас интересные все дня. Ну, действительно, надо, чтобы просто было и все, а когда его называли, об этом даже не думали. И само по себе как-то так пришло, что Питер, да и все. Питер, это есть Питер. Питер. Да. Ставьте ваши ребята нравятся, не забывайте. Не ругайте деда, что он такого не знает. Ну, не знал дед, ну, то что. Вот сейчас себе додумался, сам зайшов, начитался вот этих книжек и все, трошки что-то уже там наматываю на вуз трошки. Вы мне пишите комментарии, мне нравятся, нравятся вообще. пишите, я много чего не знал, тоже по истории, там, кто там был, Екатерина, потом Александр, потом кто там его продал, интересно, вы пишите, очень интересно. Я вам ставлю нравиться, ставлю сердежки, все. Ну, и вы, деды, тоже там не забывайте. Вначале заходите в избушку и выходите, проверяете или закрыли двери. Все проверяйте, это ваше спасибо. Все эти части, предыдущие и последующие, находятся в плейлисте прямо под видео, в описании. Все книги и идет плейлист. Все эти части идут один за другим. Я потом, когда все надсчитаю, я все его отсортирую, сделаю, чтобы оно одно за другим все ушло и тогда будет все чики-поки. Все как книжка пыше. Один за другим. А на сегодня, ребята, все. Услышимся, увидимся уже завтра. Завтра у нас шо? 12 ого, да? Суббота, неделя, воскресенье. Вот это в 12 ого заводите будильника, а в новые не забывайте подписываться, чтобы ничего не пропустить. Тыкайте на колокольчик. Вот так. Спасибо, ребята, что делитесь нашими рассказами. Это тоже дорогого стоит. Спасибо. Пусть хорошие люди слушают хорошие ауди-книги. Вот так вот. А на сегодня точно все. Пока-два. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok